так марина у нас есть большая береза и клен канадский небольшие липы клен была верхушка засохла нижние ветки живы плохой пример что верхушка засохла колодец один метр от высоты общего грунта то есть всего метр до воды если сильные дожди по участка уходит под а кстати по саму пришло давайте пока еще тема в голове давайте вернемся в отцеп чек все-таки нас слушал давайте посмотрим до конца его информацию пригодится тем более алтай сибири это не шутки так то есть мы вернулись обратно к цветущему персику валили константинович персик подносит третий год выращенный скотчика от бродского на зиму укры укрывал укрывал первые зимы снегом а в эту делал типа чума не зря о чум вспоминал вот или как там фигуа накрывал сену созревает начале сентября ну что поздравляю тем более третий год можем если захотим прекрасная информация мотайте друзья на ус так колодец у нас на метр от высоты общего грунта заполняется если сильные дожди по участку уходит под воду представляете как где вода дождь по участку уходит под воду вот когда не справляется вода вот так к нам мы поднимали участок в этом году не затапливал но поднять то метро вы вряд ли смогли спасибо мы ты за материал и не видел их винете вы знаете почему эти ветерина потому что они плохо распространяются по идее большинство тех кто меня видит даже сейчас слышу когда закончится вебинар никому в голову не придет никому в голову не придет просто взять и скопировать отправить дальше тогда бы они могли обойти всю планету а так вот это приходится даже протянутой рукой последний месяц стараясь по возможности смотреть по возможности вы единственный кто рассматривает сад как живое существо вот вот ребята сад живое существо вот поймал спасибо за что вы это поняли а их только этим резать резать но для начала я здесь скопировал но когда вы получите все вот то есть к вам придется ссылка да будут ли вот это в шоке открываться или нет это 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 просто однажды те которые близко рутоводы я хочу мету часа под русской я все и сделал для него вот эти пять фильмов дальше это еще принципе не все вот у вас особый случай ну совсем близко вода такая только раз видел что вишни выдерживает такие близкие полметра может даже слива мир вишня расти что дальше не знаю если увидят подняли может какой-то участок у вас там до метра до воды когда вам хотите иметь абрикосы ну что придется вам это приводит на чуть ли не на кустарник можно бы приводит на такой кустарник которому близко готова да не опасно например на песчаную вишню она же бесея по россии ведь ни один питомник я знаю по крайней мере два где крупнейшие питомники были где авторитетные вроде вроде бы это прививали но прошли годы все мои обращения а всего и было сумме десятки сотни тысяч ребята найдите мне просто полносящие дерево абрикоса до пища на вишни на кустарник может где-то еще есть в первые годы хотя бы даст пару рожа но все настолько грустно получается отменяются кустарник так тогда что остается ну слива терн терна слива и получа уже где-то метр-два уже могут выдержать а не хитрая не вместо того чтобы корни опускать туда воду и вымокать получается что ему же использовать их но искусстве все равно получается довольно приличной корни все равно может быть а вот корневой отводки вот туда а у них вообще центрального корня нет но мы это проходили значит тут возникнет вторая проблема мы о ней поговорим ниже это биологическая полная или частичная несовместимость между абрикосами и сливами отсюда и проблемы хорошо бы на сливе и близкого этого года бы не помешали а это проблема